В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить уникальный канал под названием «В гостях ОС-200». На этом канале вы найдёте различные прикольные видео по игре «Блокстрайк». Например, дуэль против подписчиков, открытие кейсов, разные челленджи, баги и тому подобное. Так что, ребят, кому не сложно, перейдите и подпишитесь. И, скажем так, сделаем этому парню очень приятно, потому что всё-таки у него годный канал, так что ссылочки есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня ваш Кент и ПК хотел бы расставить все точки над «и» с историей флайкера и просто забыть о нём, как о страшном сне. Ну что ж, ребят, давайте начнём сначала. То есть, был такой персонаж на Ютубе, который всех обманывал, всех кидал, разводил, продавал своих подписчиков, вызывал их тупыми, накручивал тоже, не знаю, как в Ютубе, но в ВК точно накручивал себе лайки. Был такой персонаж. Естественно, ребята, нам всем это надоело. Мне надоело, когда мне постоянно в ВК пишут, мол, Кентуха, меня обманул флайкер. Чё делать? А я же такой, блин, я же его друг. Чё мне делать? Ребят, мне это надоело. Я снял у него разоблачение, рассказал всю правду, и после этого флайкер уже понял, что деваться ему некуда, и записал видео с извинениями. Но, к сожалению, после этих извинений, ребят, его сайт не удалился. То есть, он нам сказал, что сайт он будет удалять как-то там слишком долго. Сказал, что написал техподдержку, его сайт пока что только удаляет. Он мне так написал. Но, как, ребят, оказалось, что сайт удаляется гораздо быстрее. Я ему пишу личное сообщение, мол, флайкер, слушай, если ты будешь обратно включать дурачка, что ты не знаешь, как удалить сайт, я сниму ещё одно видео. И, ребят, после этого флайкер удалил свой сайт буквально за 3 секунды. То есть, за 3 секунды вчера сайтов флайкера не стало, после моего второго видео, а также после того, как я с ним пообщался в ВК. Что же, ребят, будет дальше с ним, и что же произошло? То есть, как я понял, он получил страйк на своё видео, потому что много кто из вас кидал жалобы под его видео. И поэтому, ребята, на своё видео с извинениями он получил страйк. Что же будет дальше? Также он сказал, что он больше снимать блокстрайк не будет, он уходит из блокстрайка, и он сказал, что у него вечный бан в игре. Ну, в принципе, как он сказал, это я ему сказал, потому что я попросил Рустама, говорю, Рустам, уже просто, уже обнаглел человек выше крыши. Также вы мне часто пишите, мол, кинтпк, почему ты с ним так жестоко, ребят? Я вам скажу только одно, это не жестоко, это очень-очень мягко. А вот то, что он обзывал пятиклассницу, это за край, проституткой, вот это, ребят, жестоко. Маленькую девочку, пятый класс, обзывать проституткой, ребят, это большой удар по её психике. То есть, не то, что вы там дизлайки и так далее, просто удар по её психике. Я уверен, что все эти дни, когда вы её дизлайкали, она ходила просто забитой. И самое главное, что это всё было незаслуженно, ребят, так как флайкер поделал переписку с ней. Допустим, флайкер тоже извинился, мы ему тоже дали шанс. Но, ребят, как мы видим, к сожалению, флайкер, ну, как мы видим, ничего не изменился. То есть, он свой сайт удалил только после того, как я снял второе видео. И написал ему в ВК, мол, удали лучший сайт, чтобы всё было по-хорошему. Только, ребят, после этого он всё-таки удалил этот сайт. Также хотел бы ещё сказать пару слов о сайте. Я думаю, что много кому интересно, на сколько же денег флайкер кинул людей. То есть, он, ребят, внимание, записал только одно видео об этом сайте. И это видео набрало всего лишь 4 тысячи просмотров. То есть, оно не хайпануло, ничего, просто одно видео. И на сколько денег он кинул людей, ребят, смотрим. Вот пруфы, захват экрана. И вчера он мне всё скинул. Вот, ребят, все деньги. Ну и, как мы видим, тут примерно тысячи, наверное, 4. То есть, за всё это время флайкер кинул людей примерно на 4 тысячи рублей. Я скажу так, что это довольно-таки много, учитывая, что это всего лишь одно видео. Ребят, просто одно видео и 4 тысячи рублей. Ну, как по мне, это, ну, неплохой заработок. Так что, я очень рад. Я не жалею, что я снял это видео. Потому что, ребят, ну, я не могу смотреть, когда человек вас нагло кидает. Это уже самый наглый обман. Также мне вчера флайкер написал, мол, кентуха, я изменился, поверь мне. Ну, я, ребят, ну, я не знаю. Ну, как я могу верить тому человеку, которому я дал шанс? Я говорю, хорошо, флайкер, я тебе даю шанс. Но он обратно нас обманул. Так что, давать шанс или нет, это, ребят, чисто ваш выбор. Но я скажу лично от себя, что я ему не верю. Я хотел бы верить, флайкер, поверь мне. Я хотел бы тебе верить, что ты изменился. Но нет, флайкер, я не верю тебе. Потому что сайт до сих пор работал. Пока я тебе не написал в ВК и не снял второе видео. Так что, я не могу тебе поверить. Также, один ютубер сказал такую фразу. Каждый выживает как может. Я не понимаю только одного. Как? Как можно говорить такие слова? Каждый выживает как может. Представь конкретную ситуацию. У тебя отбирает квартиру. Какой-то там, не знаю, какой-то депутат отбирает у тебя квартиру. И все. Ты без квартиры. Ты пишешь заявление в полицию. А в полиции тебе говорят. Ребят, дружище. Каждый выживает как может. Так что, все. Бай-бай твоя квартира и давай уходи. Это неправильно. Понимаете, что на это надо как-то реагировать. Не надо просто закрывать глаза и говорить, я ничего не вижу. Все нормально. Каждый выживает как может. Нет, ребят, это неправильно. Так делать нельзя. Конечно, вы подумаете, что большой морал фах и так далее. Но нет, ребят, это не так. Я прошу просто, чтобы человек нагло не кидал. И все. Как по мне, это не тюрьма. Чтобы говорить такие принципы, мол, каждый выживает как может. В тюрьме есть такой принцип. Да, типа, я украл телефон, не я такой, жизнь такая. Но, ребят, это реальный мир. Если ты что-то плохое сделал, то будь готов нести за это ответственность. Если ты кинул людей, будь готов за это отвечать. Будь готов за это получать дизлайки и плохие комментарии. Не надо было никого обманывать и кидать. Тогда не было бы никакого хейта. Но, ребят, скажу так. Что Флайкер мне писал, говорил. Кент, пока скажи, что я изменился. Флайкер, изменись по-настоящему. Тогда не надо мне будет говорить, что ты изменился. Тогда все поймут сами, что ты изменился. Не надо мне даже никакое видео записывать и так далее. Все и так поймут, что ты изменился. Просто сам захоти это сделать. И все.